Будет ли крымчанам тепло зимой напрямую зависит от вот этого предприятия. Это управление подземного хранения газа единственное в своем роде на полуострове. По телевизионной картинке этого не увидишь, но здесь земля под ногами буквально трясется. Идет закачка. А вот и есть то помещение, где стоят компрессоры, закачивающие газ в подземные хранилища. Здесь всегда шумно, потому что работа не прекращается. Сейчас тут работают два компрессора, один из них за моей спиной. Этот агрегат закачивает до полутора миллионов кубометров газа в сотке. Каждый компрессор работает в среднем тысячу часов без остановки или полтора месяца. Затем его отключают на техническое обслуживание, а вместо него запускают другой. Таким образом хранилище заполняется безостановочно почти весь год. С начала весны до конца осени. А управляют всем процессом вот из такой диспетчерской. В данный момент работает газомоднокомпрессор номер 6-8. В сутки приблизительно мы закачиваем двумя машинами 2 миллиона 780 тысяч. С такой выработкой до 15 октября, когда и начнется официально отопительный сезон Черномор, нефтегаз заполнит подземное хранилище еще приблизительно на 50 миллионов кубических метров газа. А если брать цифры за весь год, то это больше, чем полмиллиарда кубов голубого топлива. В общем и целом управление наше готово для прохождения осенне-зимнего периода. Надеемся, что крымчане этой зимой будут с теплом. Объема газа в хранилище будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребление по Крыму. По показателям закачки в этом году Черноморнефтегаз уже вышел на уровень прошлого. И если раньше предприятию удавалось полностью обеспечить потребности полуострова в голубом топливе, то дальше уж точно получится. Тем более сейчас перед предприятием стоят грандиозные задачи по полной реконструкции, которые воплотят в жизнь в ближайшие пять лет. Александр Губарев, Игорь Романенко. Время новостей. Черноморский район.